Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на уроке русского языка мы поговорим о том, как лучше подготовиться к экзамену. Вы, конечно, знаете, что при написании изложений и сочинений, при установлении фактической грамотности учитываются не только орфографические и пунктуационные, но и речевые и фактические ошибки. Я сегодня предлагаю поработать с некоторыми типичными грамматическими ошибками, которые вам нужно знать, тем более, что этот вопрос будет актуален для тех ребят, которые пойдут в 10 класс. Все вы знакомы с творчеством такого писателя, как Антон Павлович Чехов, и, наверное, слышали о том, что он был блестящим знатоком русского языка. Но вот в его рассказе жалобная книга мы встречаем такое предложение. Подъезжая к станции и глядя на природу, у меня слетела шляпа. Все ли в порядке в таком предложении? Можем ли мы считать это предложение нормой? Нет, конечно, здесь нарушена грамматическая норма употребления депричастного оборота. Основа предложения шляпа слетела. Но может ли шляпа подъезжать к станции? Нет, конечно. Дело в том, что и главное, и добавочное действие, которое обозначает депричастный оборот, должно совершать одно лицо. Если нет, то это ведет к грамматической ошибке. Обратите внимание, вот перед вами ошибки из-за ваших писемных работ. Давайте проанализируем и исправим их. Первое предложение. Подъезжая к городу, начался сильный ветер. Подъезжает к городу депричастный оборот, добавочное действие. Начался сильный ветер, основное действие. Мы с вами понимаем, что ветер не может подъезжать к городу в нарушение нормы употребления депричастного оборота. Второе предложение. Уходя домой, оборудование проверяется рабочими. Как должно правильно звучать это предложение? Уходя домой, рабочие проверяют оборудование. Или слушая музыку Моцарта, остается сильное впечатление. Мы с вами понимаем, что впечатление не может слушать музыку Моцарта. Перейдем к следующей ошибке, которая достаточно часто тоже есть в ваших работах. Употребляя предлоги благодаря, вопреки, наперекор согласно, вы должны помнить, что их можно употреблять только с дательным подъезжом. А если иначе, то это неправильное употребление подъезжной формы существительной с предлогом. Посмотрите, вот так нельзя писать. Благодаря искусства. Это родительный подъезж. Мы говорим с вами о дательном подъезде. Благодаря искусству художника. Согласно приказу директора, а не приказа, вопреки ожиданию поезда, наперекор желанию друзей. Здесь производные предлоги употреблены не с дательным, а с родительным подъезжом. И еще посмотрите справа некоторые правильные формы употребления предлога в существительном. По прибытии, по окончании, по возвращении, по истечении, по завершении, но по приезде, по прилете, а также тосковать по нас или по вас. Достаточно часто встречается ошибка, когда нарушается связь между подлежащим и сказуемым. Она проявляется в том, что не совпадает число подлежащего сказуемого, либо не совпадает род подлежащего и сказуемого. Давайте обратим внимание на первое предложение. Спор – это способ коллективного решения проблемы, при котором каждая из сторон претендует на установление истины. Предложение – сложно подчиненное. Состоит из двух частей – главная и предаточная. Основа главной части – спор – это способ, подлежащий сказуемому в единственном числе. А основа в предаточной части – каждая претендует. Каждая в единственном числе, а претендует во множественном числе. И хотя в предаточной части речь идет о сторонах, которые несколько, слово стороны в ранительном протяжении является подлежащим, поэтому сказуемый претендует нужно поставить единственное число. То есть спор – это способ коллективного решения проблемы, при котором каждая из сторон претендует на установление истины. Еще один пример из вашей работы. Команда орнитологов из нескольких университетов разработали методику изучения редких птиц. Ребята, посмотрите, команда – единственное число, то есть команда разработала тоже несоответствие подлежащего и сказуемого, но они не сочетаются в числе. Еще один пример, следующий, посмотрите. 51 строительный объект сданы в прошлом году. Так как в подлежащем есть числительное, заканчивающееся на 1, сказуемое должно быть в единственном числе, хотя предложение речи до нескольких объектов, поэтому нужно поставить сказуемое сданы в единственное число. Вот еще одно предложение. Сухуми раскинулась на самом берегу моря. Сухуми, ребята, это город, то есть слово мужского рода, а раскинулась женский род. Поэтому нужно поставить сказуемое раскинулась мужской род. Сухуми, раскинулся на самом берегу моря. Пожалуй, самой многочисленной является ошибка построения сложного предложения. Чтобы не допускать такой ошибки, нужно знать следующее. Союзное слово «который», которое употребляется в сложном подчиненном предложении, относится к ближайшему перед ним существительному того же рода. Дальше. Составные союзы не должны быть искаженными, и в предложении нельзя употреблять лишние союзы. Давайте посмотрим на пример на слайде. Первый пример. Когда тяжелый бой уже закончился, но кое-где еще слышны были отдельные выстрелы. Предложение является сложным в настоящем двух частей. Бой закончился, выстрелы были слышны. Первая часть начинается с подчинительного союза «когда». И между двумя частями сложного предложения находится подчинительный союз «но». Он избыточен, он ей совершенно не нужен. Когда мы его уберем, то получится следующий вариант. Когда тяжелый бой уже закончился, кое-где слышны были отдельные выстрелы. Излишняя избыточность союза. Второй пример. Матрёна была тем праведником, без которой по пословице «не стоит село». Предложение является сложным подчиненным. У него есть главная и предаточная части. Предаточная часть начинается с союзного слова «которой». Оно женского рода, значит, относится к слову Матрёна. Однако, если задать вопрос от главной части к предаточной, Матрёна была каким праведником? Можно сделать вывод, что союзное слово должно быть мужского рода, так как оно относится к слову «праведником». Итак, верный вариант таков. Матрёна была тем праведником, без которого по пословице «не стоит село». Следующий пример. Размышляя над темой маленького человека в русской литературе, понимаешь, что до чего был гениален Пушкин, создавший яркий образ Самсона Вырина. Ребята, вы видите, что лишнее здесь слово «что». Давайте попробуем его убрать. У нас получится верный вариант. Размышляя над темой маленького человека в русской литературе, понимаешь, до чего был гениален Пушкин, создавший яркий образ Самсона Вырина. Четвертый пример. Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи. Обратите внимание, союз, что неправильно употреблен, здесь должен быть другой союз, по смыслу. Догадались, какой? Конечно, это союз, потому что. Мама всегда меня ругает, потому что я разбрасываю свои вещи. Пятый пример. Текст принадлежит Перу Дмитрия Сергеевича Лихачева, в котором поднимается проблема сохранения культуры. Предложение является сложно подчиненным. У него есть главное. Текст принадлежит Перу Лихачева и предаточная часть, в котором поднимается проблема сохранения культуры наследия. Предаточная часть начинается с союзного слова «в котором». Оно мужского рода, значит, относится к слову Лихачева. Получается, что в Дмитрии Сергеевича Лихачеве поднимается проблема сохранения культуры. Но предаточное, это по смыслу, относится к слову «текст». Значит, предаточное предложение нужно поставить после слова «текст», чтобы не терялся смысл. Итак, верный вариант таков. Текст, в котором поднимается проблема сохранения культуры, поднадлежит Перу Дмитрия Сергеевича Лихачева. Очень часто в своих работах мы употребляем с вами несогласованное приложение. Чтобы найти такую ошибку, нужно уметь находить предложение с приложением, а также знать, что приложение всегда согласуется с определяемым словом. Давайте посмотрим два примера на слайде. О своем отношении к классической музыке Виктор Петрович Астафьев написал в очерке «постскриптум». Определяемое слово «очерки». Приложение «постскриптуме». В очерке каком? Нужно согласовать приложение с определяемым словом «очерки», «постскриптум». Либо убрать определяемое слово тогда форму слова «постскриптум». Пусть зависит от глагола написал. Верный вариант следующий. Их может быть два. О своем отношении к классической музыке Астафьев написал в очерке «постскриптум». Или о своем отношении к классической музыке Астафьев написал в просто «постскриптуме». Ну и второй пример. Я думаю, вы догадались, как здесь можно исправить ошибку. Утром ребята уже были на туристической базе «радуги». То есть не на туристической базе «радуга». Очень трудно порой найти ошибку во виды временной соотнесенности глагольных форм. Часто встречается в ваших работах эта ошибка. Либо не совпадает время глаголов, либо не совпадает вид глаголов, а бывает так, что и то, и другое нарушено. Как, например, в первом примере на слайде. Бабушка вяжет шарф и подарила его своему внуку. Обратите внимание, вяжет настоящее время несовершенным, а подарила прошедшее время, совершенный вид. Нужно, чтобы у глаголов были одного вида и времени. Поэтому форму одного из них нужно заменить. Например, заменить вяжет на связала. Бабушка связала шарф и подарила его своему внуку. Второй пример. Они разбредались кто куда, а некоторые совсем близко подошли к рассказчику. В предложении два глагола разбредались и подошли. Разбредались – глагол несовершенного вида. Что делали? А подошли – глагол совершенного вида. Что сделали? Нужно, чтобы у глаголов были одного вида. Поэтому форму одного из них можно изменить. Например, заменить подошли на подходили. И третий пример. «Летом небо на юге черное и черное, и звезды на нем как будто водили хоровод». Предложение является сложным. В первой части глагола вообще нет, но подразумевается настоящее время. Во второй части есть глагол прошедшего времени водили. Нужно сделать так, чтобы обе части были или в настоящее, или в прошедшее время. Как вариант, может предложение выглядеть так. «Летом небо на юге черное и черное, и звезды на нем как будто водят хоровод». Там, где нам встречается предложение с однородными членами, нужно быть особенно внимательными. Потому что здесь нужно знать основные правила. Что нельзя выединять в однородный ряд глаголы существительные. Полные и краткие формы, причастный деепричастный оборот и предаточные предложения. Родовые и рядовые понятия, а также далекие по смыслу понятия. Нельзя употреблять общее зависимое слово при однородных членах, требующих разного правления. Двойные союзы нельзя искажать, а также необходимо соблюдать верный порядок слов при использовании двойных союзов. Ну и, конечно же, мы здесь не должны допускать избыточного использования союза. Давайте посмотрим пример. Занятия ведутся в соответствии и на основе утвержденного графика. Однородные члены в соответствии и на основе. Есть зависимое слово «график», которое является общим для однородных членов. Однако они требуют разного управления. В соответствии ставить зависимое слово в творительном падеже, в соответствии с чем? А на основе, ставить зависимое слово в родительное падеже, на основе чего? Графика. Поэтому нужно сделать так, чтобы слово «график» перестало быть общим зависимым словом. Верный вариант таков. Занятия ведутся в соответствии с утвержденным графиком и на основе его. Второй пример. Он чувствовал, что душа его наполнена восхищением и любовью к матери. Нужно сделать так, чтобы слово «мать» перестало быть общим зависимым словом. Верный вариант таков. Он чувствовал, что душа его наполнена восхищением матерью и любовью к ней. Пример третий. Недалеко от старого квартала мы увидели и познакомились с местными жителями. Однородные члены увидели и познакомились. Есть зависимое слово «жители», которое является общим для однородных членов. Однако они требуют разного управления. Увидели, ставят зависимое слово «винительный падеж», увидели кого «жители», а познакомились, ставят зависимое слово «творительный падеж». Верный вариант таков. Недалеко от старого квартала мы увидели местных жителей и познакомились с ними. Пример четвертый. Подобравшись ближе, охотники увидели, что медведь не убит, а только раненый. Вы видите, что убит – это краткая форма, а раненый – полная. Они являются однородными. Нужно оба слова поставить либо в краткую, либо в полную форму. Как вариант может быть такой ответ. Подобравшись поближе, охотники увидели, что медведь не убит, а только раненый. Пятый пример. Простудам подвержены домашние животные, запятая, обратите внимание, собаки, кошки, грызуны. Мы видим однородные члены – домашние животные, собаки, кошки, грызуны. Родовое понятие «домашние животные» объединено в однородный ряд с видовыми понятиями «собаки», «кошки». Поэтому нужно либо убрать домашних животных с однородного ряда, либо сделать его обобщающим словом, так как все перечислены дальше животную ряду. Верный вариант. Простудам подвержены домашние животные, двоеточие – собаки, кошки. Шестой пример. Книга не только предназначена для учителей, но и для учащихся старших классов. Мы видим однородные члены учителей и учащихся. Они объединены двойным союзом не только, но и. Однако первая часть двойного союза находится не на своем месте. Нужно поставить ее перед для учителей. Исправляем данные предложения. Верный вариант таков. Книга предназначена не только для учителей, но и для учащихся старших классов. Ну и последний, седьмой пример. Студенты-дипломники Веймарского университета создали компьютерный проектор, который показывает как кинофильмы, а также телепередачи на любой поверхности. Мы с вами видим двойной союз. Как продолжение этого союза должно быть таким? Так и. А у нас? А также неправильное употребление, искажение двойного союза. Исправляем. Что у нас получается? Студенты-дипломники Веймарского университета создали компьютерный проектор, который показывает как фильмы, так и телепередачи на любой поверхности. Впередача не TIe math. Встречаются ошибки в построении предложений с причастным оборотом. Нужно, чтобы не допускать ошибок, нужно знать основные правила. Они таковы. Причастный оборот должен быть согласован с определяемым словом ETA-1. Причастный оборот не должен быть удален от определяемого слова ETA-2. И причастный оборот не должен разбиваться на части в определяемом слове. То есть определяемое слово не должно стоять в середине причастного оборота. Рассмотрим несколько предложений, где были допущены такие ошибки. Масло эвкалипта – мощный антисептик, подходящий для лечения простуды и заживления раны. Причастный оборот – подходящий для лечения простуды и заживления раны. Он относится к слову антисептик, так как стоит рядом с ним. Хотя этот причастный оборот согласован не со словом антисептик, а со словом масло, что неверно. Поэтому нужно поставить причастие в ту же форму, что осуществит антисептик. Масло эвкалипта – мощный антисептик, подходящий для лечения простуды и заживления раны. Второй пример. Поражающий парк в Павловске своей красотой давно привлекает внимание туристов. Ребята, мы видим, что определяемое слово здесь находится в середине причастного оборота. Он, причастный оборот, разбит на части определяемого словом парк, что неверно. Как должно выглядеть такое предложение? Поражающий своей красотой парк в Павловске давно привлекает внимание туристов. Или наоборот, поставить причастный оборот после определяемого слова парк в Павловске. Третий пример. В романах Шолохова нет лжи, притворившийся очередной правдой. Обратите внимание, причастный оборот, притворившийся очередной правдой. Он относится к слову лжи, но не согласован с ним. Существительные лжи относятся к женскому роду и стоят в родительном падеже. А причастие притворившееся – мужскому и выменительному. Поэтому нужно поставить причастие в родительном падеже и женский род. В романах Шолохова нет лжи, какой притворившийся очередной правдой. И четвертый пример. Осенью колось и пшеницы ждут того часа, отяжелевшие от созревших зерен, когда появится в поле камбании. Причастный оборот, отяжелевший от созревших зерен. Он находится далеко от определяемого слова колось, из-за чего кажется, что причастный оборот относится к слову часа. Поэтому нужно поставить причастный оборот перед определяемым словом или после него. Например, осенью колось и пшеницы, отяжелевшие от созревших зерен, ждут того часа, когда появится в поле камбании. Очень часто в своих работах вы цитируете кого-то, писателя, ученого и так далее. И это очень часто ведет к грамматической ошибке, потому что неправильно порой оказывается построение предложений с косвенной или с прямой речью. Чтобы найти ошибку при проверке, когда вы будете проверять на свою работу, нужно уметь определять, где прямая, а где косвенная речь. И не смешивать их. Рассмотрим несколько предложений, содержащих такую ошибку. Первый пример. Автор статьи пишет, что я обращаюсь ко всем, кому не безразлична судьба России. В предложении присутствуют три знаки прямой речи. Смотрите, я обращаюсь, это речь от первого лица. И косвенной речи. Автор пишет, что нужно переделать предложение в косвенную речь, заменив местоимение первого лица на местоимение третьего лица. Итак, верный вариант следующий. Автор статьи пишет, что он обращается ко всем, кому не безразлична судьба России. Пример второй. Как сказал журналист, что трех моих жизней не хватит, чтобы исчерпать тему Байкала. В предложении присутствуют три знаки прямой. Трех моих жизней – это речь от первого лица. И косвенная речь, а журналист сказал, что нужно переделать предложение в косвенную речь, заменив местоимение первого лица на местоимение третьего лица. Так верный вариант. Как сказал журналист, что трех его жизней не хватит, чтобы исчерпать тему Байкала. Ну и еще один пример. Неслучайно герой говорит, что я никогда не прячусь за чужими спинами. Итак, в предложении присутствуют признаки прямой. Я никогда не прячусь от первого лица. И в косвенной речи герой говорит, что нужно переделать предложение в косвенную речь, заменив местоимение первого лица на местоимение третьего лица. Что у нас получается? Неслучайно герой говорит, что он никогда, что он никогда не прячется за чужими спинами. Итак, ребята, мы с вами рассмотрели типичные случаи грамматических ошибок, которые, надеюсь, вам помогут при подготовке к экзамену по русскому языку. Вашим домашним заданием будет следующее. Перед вами предложение на слайде. Найдите в этих предложениях грамматические ошибки и определите их тип. Надеюсь, что данный материал поможет вам успешно справиться с экзаменом. Желаю всего вам доброго.